Байк-шоу А пулемет на вышке был чем-то вроде музейного экспоната, подчеркивающий в то же время тот факт, что все здесь будет проходить по-настоящему. Идея собрать всех мотоциклистов со всей России и показать городу в том числе, что мы не просто там те, кого они видят постоянно, героев нашего города, а мы еще и сознательные и организованные люди. Продвигаем мотокультуру в нашем городе в том числе. Среди участников есть легендарные личности. Так, нефтьюганский байкер Пуля – уважаемый в своей среде человек. Этим летом он проехал 21 европейскую страну, добравшись до Португалии. Толка бензина обошелся ему в 150 тысяч рублей. В этом году приехал с прохвата по Европе, то есть ездил в Европу. Там мотоциклов, мопедов, велосипедов еще больше. Но там у автовладельцев идет уважение к двухколесным. Везде пропускают, везде дают предпочтение. В России же вот эти тела на четырех колесах, им нужно подрезать, им нужно с дороги столкнуть. Короткое утреннее построение, после чего колонна мотоциклов и квадроциклов отправляется на экскурсию по городу. Важно отметить, что прошло шествие организовано, а выглядево это действительно красиво. Один из пунктов программы – возложение цветов к вечному огню. Это для нас, для всех чувство благодарности за то, что мы сейчас живем, так же как мы 9 мая с благодарностью приходим, возлагаем цветы, так и в час радости для человека свойственно отдать ту часть почтения, которую мы всегда отдаем погибшим за нашу родину. Далее колонна побывала в музее под открытым небом, после чего вернулась на базу. На северный рубеж приехали даже мотоциклисты из Польши, но приехали они на очень интересном автомобиле, у которого все хотят сфотографироваться или, по крайней мере, попозировать. И действительно, эта машина достойна этого. Вот она, родной, как ты только сюда доехал. Поляки чем-то напоминают винтика со шпунтиком. Томаш не высокий, но крепкий. Андрей за 2 метра роста. Своей машиной они восхищаются. Тачка хорошая, просто едет, прьет, не ломается. А 5 литров рост на сотню. Ну да, всего, едет, едет. И последний вопрос, я хочу посмотреть, как вы сядете в эту. А, значит я, да. По словам ребят сотрудники госавтоинспекции России, их практически не останавливали. Не знаю, как вам, лично мне в это верится с трудом. Еще одна удивительная деталь фестиваля. На нем очень много девушек-мотоциклистов. Дамы считают, что в этом нет ничего необычного. Всегда хотела с детства ездить на всем, вообще на любом виде транспорта. Решила наконец-то уже одолеть мотоцикл, постичь. Вот, ну и... Какие ощущения? Ощущение свободы, наверное. Тем временем на площадке возле сцены начинают проходить конкурсы. Мастера импровизации соревнуются в оригинальном исполнении мотоциклетного шлема. Остальные выявляют сильнейших в перетягивании каната. В нашем городе на самом деле все очень скучно, все очень пресно. И вот то, что сейчас организовали организаторы такое мероприятие, на самом деле говорит о том, что наш город начинает жить. Он начинает двигаться, он начинает быть на гребне волны. Мотоцикл для участников байк-шоу это не просто средство передвижения. Это товарищ, брат и друг, который имеет свой характер и может в случае чего предупреждать о некой опасности. Так Юра, по прозвищу Череп из Нефтьюганска, дважды пытался доехать до Северного полюса. И дважды его техника отказывалась подчиняться этой, на первый взгляд, безумной идее. Да, забыл сказать, свое прозвище он получил за то, что его гараж расположен на кладбище. Первый раз оставил мотоцикл Губкинский, но разложился там, так, неудачная поездка. Второй раз он просто тоже меня не захотел везти, я Муравленко его оставил. То есть я ездил на нем в Крым, я ездил вот неделю назад в Северское вернулся, а туда он меня не хочет пускать. Уже вечером на сцене выступили рок-музыканты из Екатеринбурга. Настоящее шоу было в исполнении женского коллектива. Если честно, Ноябориск поразил. Поразил с положительной стороны, потому что я первый раз здесь, и людей ноябрьских я вижу в первый раз. Открытость, доброта, душевность, вот это то, что я здесь смог увидеть. Ну а завершился фестиваль грандиозным салютом. Почти 10 минут небо раскрашивалось невероятными по красоте узорами. Многие из присутствующих утверждали, что такого пиротехнического шоу в Ноябрьске не было давно. Как и праздника сказки, прошедшего на одном дыхании и подарившего его участникам незабываемые впечатления. Артур Кабаневский, Анатолий Присич, новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова